Гений, человек гений, человек явления, голос своей эпохи, сердце своей эпохи, да не только своей эпохи, нашей эпохи. Когда вы слушаете его песни сейчас, насколько они злободневные, насколько они про то, как нужно, как нужно дружить, как нужно любить, про то, как нужно жить, про эти его песни. И мне кажется, что сейчас мы живем в такое чудовищное время. Время же само по себе не бывает. Ведь это время делают люди, ведь это время сделали мы. Вы можете представить себе Высоцкого? Высоцкого, ну я не знаю, на нашем телевидении, в программе Корчевникова, я уже молчу, или даже Урганта. Высоцкий, сидящий у Урганта. Ну я думаю, он просто молчал бы, потому что я же не очень понял, что это мальчик, ну как бы. Или Высоцкий на плакате, призывающий делать уколы. Ну это же нонсенс, ну это дипись какая-то, да? Даже если бы очень верил в это, наверное, не стало. И я думаю, господи, а если бы он сейчас жил, то он бы не дотянул до сорока двух. Да нет. Ну это я не знаю как бы, это так бы болело, что ни один человек бы этого не выдержал, как бы болело. И мне кажется, что сейчас, я прям вот сегодня это почувствовала, что, я не знаю, нужно ставить его подросткам, нашим детям, друзьям, соседям. Нужно этот фильм изъять, все сжечь. Это стыдно. Но, к сожалению, это проявление нашего времени. И это пришло к нам, как я себе-то понимаю, как я, вернее, я понимаю, что это 90-е. Ну то есть все те гадости, все те несовершенства, так это мягко назовем, советской системы, там, благ, вот эти чиновники, тогда это подобное. Это все осталось и благополучно перекочевало здесь, то есть система-то никак не поменялась. Но только на это еще наслоилось полное отсутствие нравственности, каких-то ценностей, носителями которых является Высоцкий в том числе, как человек высококультурный, как человек невероятно честный, чистый. Только у чистого человека можно так болеть и вибрировать вот на все, вот очень болезненно на предательства какие-то реагировал, да, он, в общем, не очень умел прощать часто, действительно, и правильно делал, наверное, в некоторых ситуациях. Мне кажется, то есть это некий, пришло время нам оглянуться на все то хорошее, что у нас есть. Нет этих людей в живых, ну они есть, они же живы, они же все это написали и оставили. Поставили, поставили это как колышки некие, когда водопад, когда течение, когда канализация прорвалась в капиталистических странах, так это назовем, и все это хлынуло к нам в 90-е, и мы радостно так это встречали, и умывались этим всем, говорю, наконец-то свобода. Мы даже не почувствовали, как дурно она пахнет, эта свобода. Мы так в рефории все находились. Но сейчас очень время Х, а на критическое время либо мы окончательно все это потеряли, либо мы вот как колышки это расставим, мы целимся за все за это и будем держать, держаться и, ну как бы, по крупицам возвращать и восстанавливать все, воспитывать и взращивать в тех детях, которые вокруг нас, молодых людях, то, что у нас еще есть, то, что еще, оно же нас живет в наших сердцах. А вы представляете, что в один прекрасный день оно перестанет нас волновать? Вот у нас не... мы слушаем Высоцкого, а у нас не... а у нас не... а у нас не... а у нас это не бередит, все. Вот это будет конец, полный конец, тотальный конец. И это очень страшно. И тогда зачем все эти люди умирали? Зачем Кумилев? Ну вот, понимаете, они же за нас с вами принято говорить только про великое чувство войны, но все эти поэты и писатели героические, они за нас... Он за нас с вами себя уничтожил. По сути, он разрушил себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok